Кто не успел, тот опоздал. Сегодня вузы закончили прием заявлений абитуриентов. За ближайшие 10 дней пройдет первая волна зачислений, которая определит судьбы многих. Тем, кто не попадет в число студентов, придется ждать следующего лета. Наша коллега Ирина Майкова наблюдала последние часы приема документов в Ярославском педагогическом. В зале приемной комиссии немноголюдно. Почти все, кто хочет получить высшее образование в педуниверситете имени Ушинского, позаботились об этом заранее. Но до пяти часов вечера, когда приемная комиссия закончила работу, несколько человек успели запрыгнуть на подножку последнего вагона. Илья Шустров приехал из Рыбинска. Проблем с подачей документов на педагогический факультет у него не возникло, и в очередь не пришлось стоять. С детства занимался музыкой, музыкальная школа, музыкальное училище за плечами. Сейчас решил получить высшее педагогическое образование, дабы работать по профессии. А еще в какие вузы подали документы? Только в этот шел цинаправленно. Ждали последнего дня? Да, вот так вот бывает. Пик подачи заявлений пришелся на середину июля, когда выпускники школ получили сертификаты о сдаче единого государственного экзамена. Основной поток абитуриентов склынул недели за три. Мы набираем ребят в этом году на 643 бюджетных места на бакалавриат и 110 бюджетных мест магистратуры. Это, в принципе, набор прошлого года. Всего было подано заявлений 6 тысяч почти, и причем 2,5 тысячи ребят обратились абитуриентов. То есть конкурс по заявлениям получается около 10 человек заявлений на место, а по людям это где-то 1 к 4, наверное. Самый большой наплыв традиционно выдерживает факультет иностранного языка. Впервые в этом году на нем введена специальность «Зарубежное регионоведение». Популярен исторический факультет, особенно специальности «История и иностранный язык», «История и информационные технологии». В этом году, как мне показалось, очень много народу было на направление начальное образование, особенно из сельских районов. Но, в принципе, всегда было ажиотажно начальное образование, но в этом году особенно. Ну, не отстают, конечно, у нас направление дошкольное образование, дошкольное образование, образование в области иностранного языка становится популярным. Не секрет, что почти все абитуриенты раскидывают страховочные тросы в несколько вузов. Как правило, конкурент педуниверситета – это университет имени Демидова. Много схожих направлений, но это добрая конкуренция. Лидеры – здесь наши абитуриенты, которые выберут, наверное. А вузы, они помогают выбрать, они делают для студента все для того, чтобы он получил то направление, то специальность, которую он хотел бы иметь у себя и использовать в жизни для того, чтобы найти место трудоустройства, работы и свое место в жизни, в конце концов. С завтрашнего дня приемная комиссия начинает работать с документами. И уже в субботу рейтинговые списки можно будет посмотреть на сайте университета либо на доске объявлений приемной комиссии. 30 июня будут зачислены выпускники из сельской местности по целевому договору, а также дети-сироты и дети-инвалиды по правительственной льготе. В тот же день появятся списки, рекомендованных к зачислению на бюджетные места. Желающие поступить должны будут предоставить оригиналы документов и 5 августа приказом ректора их зачислят в число студентов. Далее вторая волна зачисления по тому же сценарию 6 августа списки рекомендованных и 10 августа зачисления ребят, которые принесут оригиналы документов. Ирина Майкова, Александр Быков, Городской телеканал.